Всем привет! Мы начинаем собирать шкафчики. Уже освободили место для них. Маха пришла нам помогать. Поехали? Да. А Даша и Алиса отправились к Насте в комнату. Они у тебя, а ты здесь? Я знакомлю. Кошкам меняешь? Или лимонам? А, лимонам. А мы обнаружили, что закончился кошачий наполнитель. А у нас вечер. А купить его сейчас никак. А лимону надо тазик поменять. Да, Лимоша? Гляньте, разыгрался, распрыгался. Энергия у него. Бьет ключом. Да, Лимоша вытворяет такого. Бегает, прыгает. Алис, ты куда собралась? Лисюнька. Хеками. Ну и бегался. Боится. Да не пугай его. Все, будет предстоять. Эй, эй, эй. Такие лапочки я не могу. Приятные. Лимончик. Ты такой хорошенький. Не мусорчик сделал. Ты такой хорошенький. И мне. Миленький. Что, что? Такой миленький. Эй. Смотри, чтоб копту не порвала. Эй, отдай. Мне нужна еще эта копта. Моя лисочка. Да, да, да. Массаж. Да, да. Ты, 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 и ты моя хорошая. А здесь еще массажит. А здесь еще массажит. Лимоша, будешь массажистом нашим домашним? Очень. Куда, Алисенька? Сама не иди по лестничке. Чего там? Кто там? С кем ты разговариваешь? Ого, ого, ого. Он тебя не укусит? Что-то он слишком сейчас такой разыгравшийся. Маша. Он вроде не кусает. Жиробасенка. Прыгающая. Смотри, как енотик играет. Настенька. Не кусайся. Прыгай. Ну. Лимоша, не кусайся. Не кусайся. Фу, нельзя, нельзя, нельзя. Фу, нельзя. Фу, да. Фу, нельзя. Что, больно укусил? Да нет, царапка. Ну, забирай детей. Иди к себе. Дети, за мной. Пошли. Как цыплята. Начнем мы со шкафчика 3х4. Это Костя такой придумал, чтобы он влез под телевизор. Взять. То есть у нас обычно они 4х4, видите? А под телевизор, чтобы осталось, то надо, чтобы верхнего как раз не было. Как раз получается 3х4. Вот. И сейчас мы его будем собирать. Мы хоть уже и не раз их собирали, все равно все делаем по инструкции. Сначала вот так сложили две деревяхи. Причем я посмотрела, тут две дырочки на ней, здесь нету двух дырочек. И мы нашли точно такие, видите? С дырочками и без двух дырочек. Главный мастер пришел? Да, главный мастер. Алиса же обожает с нами шкафчики собирать. Пришла. Ну, Настя, смотри, чтобы не упала она с этим шкафчиком. Да, ну, такой тяжелый, как она с ним. Да, все может быть. Ну, в общем, хотите здесь гулять, и главное, чтобы она не дергала то, что мы делаем. Просто она там не хочет. Да я поняла, что не хочет. Скалолазка. Садись на стульчик, играй в песочек. Что тут, подскажи дальше, что делать. Алиса пришла нам помогать. Ну, все, Алиска все подсказала. Да? Все разобрала, сейчас мы будем делать. Дальше вот это делаем, да? Да. Ага, хорошо. Берем планку, ой, перегородку еще одну, вставляем. Чопики, да? Чопики вон тебе? Давай, Алиска, сюда вставляй. В дырочку, Алис. В дырочку, давай. Алис, в дырочку, сюда, в дырочку. Давай. Вот видишь, мать, а мы бы ей не догадались. Молодец, помогла. Вот ту улица, давай, и сюда, да? Вот ей мастерить нравится. Ну, вот ту улица. Сейчас Алиса сама себе шкафчик соберет для игрушек. Там еще дырочки. Сейчас забиваем. Ну, все, показали, теперь Алиска вам все дырки. Постукала, постукала. Забила. Мастер маленький. По инструкции работаем. Сейчас эту вот забьем, потом дальше. Мам, подержи с той стороны. Ага, держу. Мы отправили девчонок смотреть мультики. И с Костей собираем вдвоем. Очень быстро все получается. Хорошо, опытные уже. Да, мы уже опытные, мы команда. Теперь нам и батон пришел помогать. Видите, как усердно помогает. Уже почти готов первый шкафчик. Сейчас, наверное, Костя будет второй сам складывать. А я буду на этот первый выставлять игрушки. Кот, тебе их нравится складывать? Я тоже вижу, что как-то не очень. Вот если в моток, да? Алиса миу же говорит. Батоша. Ему нравятся коробки. Вперед, Батоша. Ох ты, ох ты. После первого тура команда Сажика обережает других на один балл. Ну вот, наша команда проигрывает. Они еще могут выиграть, если победят в следующих турах. Алиса, скажи миу, миу, миу. Я так в детстве катался на мочках. Алиса за папой наблюдает. Вот это техника. Все, ура. Шкафчик встал ровно-ровно под телек. А Батон хочет шарик достать. А ну, отпусти шарик. Даша, отпусти шарик. Еще все время надо что-то делать за ним. Глянь на Алису. Вот вообще-то опасно. Он может упасть так вместе с Алисой. Алис, ты будешь на полочке сидеть? Вот почему папа хочет... Может, не выделить одну? Я знаю, что надо делать. Она теперь будет все время к телеку лезть по этим полкам. Она не поставит, потому что телек закроет. Просто она будет теперь все время лезть к телеку по этим полкам. Да, ну, лучше задать. Да! Не-не-не, другой стороной, зайка. Вот так. Да. Не. Вот так. Вот так. Вот так, да. Вот Алисочка тоже мастерит. Молодец. Как папа забивает гвоздики. Умница. Все, мы закончили. Смотрите, сколько у нас теперь шкафчиков. Кстати, круто это выглядит. Когда телек посередине. Сейчас еще красиво расставим все игрушки. Мне очень нравится. Жень, Надя пришла. Да, прикольно. Скажи вообще. Ну, вот смотри, откуда смотреть. Вот так, сидя с кровати, она смотрит. Да. Вот красиво-красиво расставить все, чтобы ничего тут на ковре не валялось. Просто это мы сейчас тут навалили, это не Алиса. В общем, сейчас попробую сделать красоту. А у Кости еще остались силы сложить для Тани шкафчик. Он говорит, я сложу и повезу ей в сложном виде уже, чтобы она там не мучилась потом. У нас уже утро, Костя уже в Киеве давным-давно. А я все продолжаю раскладывать игрушки. Алиска мне помогает. Это она меня так раскрасила, мы нашли карандаши. Вот что пока что получилось. Маха тут бегает, играется. Вот так. Очень много реально теперь кажется, что игрушек. Раньше, когда они были в двух шкафчиках, ну как-то стояли, казалось, что меньше. А теперь кажется, что очень много, можно детский садик открывать. Мне осталось совсем немножко разобрать. И вчера вечером мы сидели и реально говорили о том, что вот круто было бы, если бы мы могли этот дом купить и из него сделать частный садик, чтобы никуда это не перевозить. И мы мечтали, как Настя будет Мэри Поппинс с зонтиком. И мы сделаем такое устройство, она будет подниматься на улице на второй этаж и в окна заглядывать к детям в садике, которые ложатся спать. И махать им с зонтиком. Такие вот у нас были веселые фантазии. Вот. И вот так вот теперь у нас будет. В растайку мы это двинули. Как видите, вот так очень удобно. Ходить она не мешает. Там светло. Сюда надо еще какой-то коврик постелить, потому что, когда Алиса сидит в это играет, то, что здесь, то, понятно, она на полу получается. Ну, и еще я... Мне еще много убирать. Еще я сегодня полдня, наверное, буду этим заниматься. Потому что еще вот это все надо куда-то деть. Ну, придумать, где будет постоянное место чего. Так, чтобы нам было удобно. Ну, конечно, у меня здесь много места гуляет. То есть, например, ну вот полочка. Разве для такой полочки вот просто два планшетика это достаточно? Ну, по идее, здесь что-то надо было еще наложить. Здесь тоже, видите. Ну, то есть, не скажешь, что полки прям сильно заняты. Вот. Но зато сейчас все идеально удобно для Алисы стоит. То есть, она все-все будет видеть и во все играть. Это то, что не учитывают часто родители, когда скидывают все игрушки там во что-нибудь. Какую-то коробку. И ребенок в них просто не играет. И когда ты вот так расставляешь, ребенок идет, он все это видит. Он берет и играет. На сегодня уже очень много. Этот чемодан брала, играла. Вот эта брала тоже. Магнитики играла. То есть, она больше видит свои игрушки. Вот этим она сегодня уже играла. Тут такие яйца, на которых написаны цифры. Вот четыре. Открываешь, и в желтом лице желтые динозавры. То есть, четыре штуки. То есть, ты учишь и счет, и цвет. То есть, прикольные такие яйца. Собранный шкафчик для Тани Костя поставил вот здесь, прямо на лестнице. К нему еще столик будет идти, но столик он даже не распечатывал. Я думаю, что Танюхе понравится очень. Таня, если ты смотришь видео, смотри. Вот твой шкафчик. Я предлагала Тане больше, такие, как у меня, большие. Она говорит, мне просто некуда вместить. Она вообще хотела четыре, вот так, два на два. А потом решили, что какая разница. Выше там место все равно есть в комнате, чтобы он был повыше. А когда она увидела, что к нему еще столик идет, то ей вообще очень понравилось. Я почти все закончила разбирать. Еще вот там кучка неразобранная осталась на столике. Пришла Лариса, она мне сегодня помогала с Алиской. Пока я занималась уборкой, уложила ее в спадки. Вот. Тебе нравится, как получилось? Стало очень удобно. И вот этот столик, он очень сильно сюда хорошо вписывается. В том плане, что он тоже беленький. Но когда я вот это все уберу, вы увидите, оно так классно. У меня сразу мысль частной садик. Да, да, да. Это вызывает такую мысль. Вот. Ну, в общем, вот как-то так у нас получилось в комнате. Чисто детская комната, да? Ну, зато зимой, знаете, когда нельзя выйти там на улицу, холодно, будет чем заниматься. Вот. На этом все. Влог заканчиваю. Всем пока. Скоро уже, наверное, выпущу влог про садик, наконец. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова